Пойти поорать в лес? Или планировать сроки по проектам без стресса в Битрикс24? Выбор очевиден! Регистрируйся и забирай бесплатный набор инструментов для работы компании. Бесплатно, не за деньги. Битрикс24 помогает бизнесу работать. Битрикс24 ГРОМКИЙ ВОПРОС Это ГРОМКИЙ ВОПРОС! Всем привет, друзья! Это импрокомы-шоу ГРОМКИЙ ВОПРОС! И сегодня у нас в гостях, прежде всего наш друг, импровизатор, юморист, какого-то хера, актер. Дмитрий Журавлев! Привет! Привет, привет, все-таки. Как у тебя дела? Всем привет! Я тоже передаю. Да, бля, а что же больно? Потому что изменила тебя Москва. Изменила Киркозоля. Давайте на секундочку обратим внимание на позу. У него каждый раз эти шапки все больше и больше. У него все как бы нанесет. Она маленькая, она растет. Я же в конце в сам бренду приходил. Гриф вот такой. Блин, это где-то есть такой очень смешной скетч. Я не помню, в каком-то фильме, когда все пересмотрели. Когда Шерик тормозит машину, просто полицейский сидит, разговаривает с полицейским водителем, а у него в каждом общем плане следующему полицейскому увечивается шляпу. Это пародия, она очень страшная. Да, да, и он в конце под нож так же и полицейский. Нормально заебали. Ты только сейчас решил в зеркало посмотреть? Ладно, ребят, у нас гости. Первый вопрос. Серега? Арсень, она у меня была даже, когда я работал у вас. Это красиво про себя. Я просто на меня не смотрел. Не смотрел, просто целая длинная зеркала. А ты когда приезжаешь в свою родную, назовем ее, деревню? Ну давай не будем, потому что это село. Ты как, так сказать, сымаешь ее? С такой пизды можно. Сымаешь, Серегу? Сымаешь, спасибо. Вот так и спасибо. Нет, конечно, не снимаю. Ну там разве не опиздюлиться? Да кто ему вообще? Я прошел этот период еще в 13 лет, когда я еще проколол ухо и доучивался с проколотым ухом. Да, и жил с мужчиной. Еще в 13 лет все прошли. Тебя избили на будущее, я понял. Ну да. Как дела же, блядь, чего вообще? Да все классно. Какие-то, может, сериалы новые? Может, альбомы какие-то писал? Сериал, вышел какой-то сериал? Альбомы не записывал. Выходят периодически сериалы, но в ближайшем будущем выйдет сериал Иванько, второй сезон. Правильно, говорите, Иванько. Что? Иванько, нет? Нет. Фамилия, фамилия, аудио. Ой, я сейчас забыл, как ее зовут, актрису. А как актрису зовут? Вальма Зунина. Нет, а Иванько, которая... Миримская. Миримская. А как ее зовут? Лина. Лина, вот. Помнишь, что имя простое, но вообще фиг с вами. Так и что, и когда это смотреть? Лин, ты же смотришь на шоу? Это осенью, в сентябре. Угу. Да. Еще шоу «Натальная карта», где вот он, пожалуйста, человечек был первым. Сходил, сходил, сходил. И вы сходите, ребята. Да там же они все скажут. Абсолютно верно. Тебе надо в четвергом пройти по такому адресу. Я по вторникам в красный должен ходить. Вот, по вторникам в красный. А почему ты нас зовешь в это шоу? Я говорю, приходите, конечно. Я вас всех зову. То есть, конечно, ты нас звал, и мы не приехали. Нет, ну смотрите, на вас есть огромный прицел. Огромный астрологический прицел направлен на вас, пацаны. Так что, естественно, мы вас всех, конечно же, ждем. Когда в шоу случится ретроград на Меркурии, там мы все окажемся. А подожди, ты же был. Тебе вот то, что рассказали. Нет, на самом деле, там безумно интересно. Вообще. Попали? Что-то попадало, А почему ты по вторникам в красном не ходишь? Ну, потому что я немножко... Нормальный. Нормальный человек. Нет, ну вообще, наверное, надо походить и посмотреть, изменится ли что-то или нет. Так, Димон, но ты же смотрел шоу много-много раз. Конечно же. Ты вообще, ты вершаришь, как никто. Ну, да. Соответственно, ты абсолютно точно понимаешь, что мы вместе одна команда. Да, кстати. Да, я это помню. Отсюда нельзя втихарел ходить. Мы вместе победим или вместе проиграем. Наша задача писать ответы. Как когда-то. Как когда-то. На одном канале. Я помню. Я думал, ты скажешь, как когда-то в Тольятти. Нет, нет, нет. Наша задача писать ответы вот на этих карточках. И самое главное, чтобы ответы у нас у всех совпадали, и они были правильными. Все? Еще и правильно писать надо. Еще и правильно писать надо. Нет, но правильно писать надо, Арсений. Мы приняли решение, что как слышится, так и пишется. Нет, ну когда да, суть сохранилась. Спасибо. Если в вопросе написано, напишите слово правильно, то, к сожалению, это просто. Дело в том, Дмитрий, что вы смотрели наше шоу, скорее всего, в старой его итерации. Нет, я смотрю каждый выпуск, и я знаю новые. И уже даже... О-о-о-о. Нет, ну давайте для... Зеленые вопросы, это легко сложные. Возвиние среднесложные и сложносложные. А сколько же секунд дают за каждый вопрос? Давай. Это 30 секунд. 30 секунд всего. Это минута, как раньше все. А это полторы. Соответственно, стратегия зависит от тебя. Мы будем тебе давать советы, но решаешь ты. Может, ты захочешь все сложные оставить на суперигру. Так, четыре черных. Какого нет. Четыре черных черных чертеных чертеных. Вот, Сережа пригодился. Я это все знаю, я это все знаю. Я учил в детстве. А ты же не любишь перец? Зачем ты так и нарядился? Это же не болгарский. Такой любишь? Это же жгучий. Типа чили. Danger, you know? Господи. Это действительно денджер, потому что он может себе вспороть горло. Ты если за ветку дерева зацепишься, блядь, на то... Я денджер. Danger, you know? Ты посчитай, Витки погладил себя. Так, Дим, ну соответственно, на каждый вопрос минута. Тут про Мортал Комбо, тут про Ювали Ной Харари. Правильно, какие-то такие. Да. Чего? Именно так. Ювали Ной Харари? Поменяйте вопрос. Ну вы худоносор, блядь. Давай. Так, не материтесь в самом начале передачи. Все, извините. А то у нас это, нас блокируют все эти платформы. Сереж, ну расскажи там, что там ты хотел. Так вот, наверное, ты единственное правило, которое не знаешь, мы все будем в наушниках, вот, и там будет играть громко музыка, и поэтому читать придется по губам. Да, это именно это правило упустил Дим. Если думал, то сейчас пригодится. И знаешь что, у нас есть человек, он который отвечает за настроение в команде, он сейчас еще кое-что скажет, да? Да. Спасибо, Сергей. Нам надо придумать, как мы будем праздновать победу. То есть, когда у нас совпадут все, и мы заработаем там балл, нам надо что-то как-то там... Только безумие. Да, но чтобы это было в твоем стиле. В твоем стиле, что ли? Я, если честно, думал об этом, конечно. Так, приносы. И хотел отмечать той фразы, которую мы кричали постоянно на съемках. Настроение каково? Во! Все такого мнения? Все без исключения! Обязательно настроение каково? Во! Ну, все такого мнения нет. Все без исключения! Хорошо. И чтобы вены вы тут надувались, да? Да. Стас, ты еще в ресторан как приходит? Спасибо нашим поварам! Ну что, все готово? Правила готовы? Радость готова? Готово? Вопросы задаешь ты, мы отвечаем. Мы одна команда. Наушники надеваем, наушники. Все, не грустим. Все. Да. Мы переходим, соответственно, к первому вопросу. Подождите, выберем, давайте мы... Поехали! Давай, сразу! Три, два, Один. Давай, давай, давай! Все? Да! Можно открывать? Да! Задаю? Давай, давай! Таракан по-испански! Страна по-испански! Таракан по-испански! Как? Кок-роч! Как? Тот roux! Тот roux! Таракан по-испански! Таракан по-испански! По-испански! Испания! Испанский таракан. Таракан по-испански. Я понял, я понял. Трансленд, блядь, умоляю. Таракан по-испански. Стасик. Стасик. По-испански. Кок. Кок. Повар на корабле, блядь. Да, тут так и написано. Таракан по-испански. Кок. А потом? Таракан. Испански. Три буквы. Я повар на корабле. Старый питерский скал. Блядь. Охуею. Пацаны, простите, но это будет самый громкий. Громкий вопрос. Это розыгрыш, или это что такое вообще, блядь? Блядь, это нахуй. А, есть же еще болс. Козел насмешил меня. Ой, ну давайте что-то напишем. Блядь, я это никогда не соединю. Я просто все напишу, что понял. Может, у вас получится соединить. Блядь, просто как будто вы, как будто в вопросе показываете каждые пять секунд новое. Так а подожди, а ты откуда знаешь это? Это, ну... Дело в том, что я с авторской группы составлял вопрос. А если бы тебе сказали, ну, например, на монгольском? Ну, давайте так. Если я перед камерой, то знаю на монгольском. Ну, скажи. Ну, это не сейчас. Нет, сейчас. Вот если будет в вопросе... Нет, сейчас. Ты написал пос... Пока пишу. Может, я вообще не так посчитал? Нет, смотрите, вопрос задается таким образом, чтобы мы знали на них ответ. Нельзя просто спросить там, блин, не знаю, фамилию какой-то незнакомой девочки. Я тоже подумал, что это что-то на слуху, какое-то слово, которое мы должны знать. Ну что, я записал все, что я увидел. Итак, что я понял. Ты говоришь. Таракан по-испански. И что, никто не слышал ни разу? Я так и сказал. Нет, а какой вопрос был? Можно называть? Скажи вопрос. Таракан по-испански. Так и было, прикинь. Это что за херня? Я даже сейчас не слышал. Но! Внимание, пацаны! Таракан в кавычках. Я только сейчас... Я кавычки опустил, а тут они подняты. Не, ну, наверное, это потому что слово имеется в виду. Таракан по-испански. Не знаю, я написал. Таракан, муравей, папа-роуч, член, водила, шляпа. Папа-роуч, ты даже понял. Папа-роуч? Только кок-роуч. Ебать, это ты яйца показываешь. А где вот эти вопросы обычные? А что ты показывал? Муравья? Член. Столица Португалии, вот это где ваши, блядь? Какой итальянский и испанский? Ты в конце показывал, что это было. И вот это показывал. Это кок на корабле. Это штурвал. Блядь, а я последнее, что увидел. Ты говоришь, таракан по-испански. Хуй. Вот так ты мне говоришь. Я сказал, кок питерский сказал. Я сказал, кок. Кок питерский сказал. Нет, ну кок, я понял, что кок это член. Нет, это кокушки. Нет, ну кок это член. Мы долго про это стояли. Может быть, кокочамбо. Потом он сказал, кокш. Я не знаю. Подожди, а ответ ты откуда знаешь? Да, пошел я. Ты знаешь правильно? Я не знаю, но папа ротч. Ты же видел, у них на альбомах, на обложке всегда это какое-нибудь животное. Таракан. Так таракан по-испански кок-роуч? Мне кажется, да. Да это даже не звучит по-испански. Хипать, блядь. Может, я не прав. Сказать, как я написал? Да. Я написал кок или эль-кок. Ну-ка, что ты не с мягким значимем? Эл-кок. 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 Нет, я услышал кок-рош почему-то, а не ротч. Иностранное слово. Иностранное слово. Подождите, но мы же даже сейчас не знаем, да? Кок-роду. Кук-роуч. А типа... Может, а кукарача? Кукарача. Может, кукароуч, не знаю. Ля кукарача, ля кукарача. Может, кукарача, может? Ну, блядь, они же там все мусорики-затейники, блядь, это написали. Кукарача. Кукарача. Это еще средний вопрос, вы поняли? Это средний вопрос. Мы еще должны все это знать, да? А кто? Ну, отклеивай, давай узнаем как. А ты откуда-то знаешь? Ну, я откуда-то слышал. Кукш. Кукроуч. Кукш. Нет, я пытался это объединить в один, но это, ну, необъединимо. Ну что? Да давай, ну, все узнаем. Я вас подвел, вас уволен подсомнить. Нет, нет, нет. Ну все, открываем. Кукарача, блядь. Кукарача. 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 Кукроуч, ну ты прав, типа, ну просто, видимо, имеется в виду, чтобы нам... Да, там имелось в виду тараканка. Таракашка. Кукарача. Кукарача тараканка, а тараканка кукарача. Я предлагаю, знаете что, еще придумать наши передачи, чтобы человек придумал радость и грусть, чтобы мы тоже грустили как-то ярко. Нет, грусть... Долой уныние! Долой уныние, взрослые, мы и дети. Не ответили на вопрос. Раз, два, три. Долой уныние! Никакой празднования грусти, сейчас будет радость. Никакой грусти не надо. Мы можем чуть-чуть расстроиться, то не угадали. Да, ну и все, этого достаточно. Чуть-чуть расстроиться достаточно, потому что это всего лишь первый вопрос. Конечно. А первый вопрос это всегда разминка, правильно? Все, мы просто размялись. Поняли, как работают наши связи, мы поняли, что члены мы угадываем. Все, теперь просто на следующий этап нужно выйти во втором вопросе, правильно? Нет, смотрите, ну объяснил-то я все понятно. Объяснил. Таракан. Таракан. Кстати, у тебя странный таракан был. Но у него усики точно не изо рта. Ну хотя бы вот так. Усики изо рта. Ну я думал, это змея, я думал, что это змея. Усики изо рта. Смотри, мы попробовали средний, есть вариант прощупать, можно разный. Сложный, правильно? Ну давай легенький, наверное. Давай сложный. Мы переходим ко второму вопросу, поехали. Три, два, один. Овечка Долли. Овечка Долли. Овечка Долли. Овечка Долли. Овечка Долли! Да! Долли! Два слова! Овечка жертвая Долли! ГVERНИЙ ДОЛЛИ Овечка сгинги! Овечка Долли! krypysk Играешь! Благо! По-английски! По-английски! Сука! Он на него будет смотреть, да? Не закрывай глаза! Не уставай! Дольный! Лариса Дуль! Ну, конечно, интересно, блядь, игра! Классно! Прикольно! Забавности какие-то! А когда я чемпион вообще угадал? Ты увлекся совсем не тем! Чемпион по, блядь, воображай его гитаре! Нафиг ты играешь на гитаре? Просто мне человека объясняют, он сидит! Человек-оркестр! Сука, блядь! Ну, во-первых, его можно назвать долбач! Может, он под наушниками ебнулся? Там и не знаю! Блядь, ну я в ахуй, почему ты играл? А, это ты ему показал? Я понял, я понял твое объяснение! Да, это я нянчен ридон! Что ты делал? Пел песню! Какую? Вот какую я пел песню! Вы думаете, я это сам выдумал, блядь? Ну, хуй тебя знает! Нет, но то, что ты увлекся именно этим, это говорит только о твоих способностях! Просто ты минуту говоришь, овца, овца, а потом... Я тебе говорю, овца с беджиган, сколько ты знаешь овец, у которых есть имя? Ну, три-четыре знаю. Назови двух! Я из деревни, блядь, знаю одну, нахуй! Назови двух! Назови двух! Так, овечка долли! Бабам! Все, значит, не надо перечислять! А это было хеллоу долли! Интересно, почему она у тебя на первом месте? А это хеллоу долли было? Да! Это ж сразу хеллоу долли! Это они... Вы посмотрите на этот древний слаб в шапке! Все, ты вторую не можешь помнить? Вторая какая? Вторая, это ты! Вторая барашек шон! Ну, конечно, да! А шон! Мы же показали, что мы испустили, ну нахуй! А вот это... Вот я так и не понял! Это про тебя песня! Сидит барашек шон! А что ты пел хайтер? Хеллоу долли! Долли, блин, прикинь! Это ты его так увел! Долли! Да куда? Увел-то! Он сидит 50 секунд, сидит вот так! Это он хоть включился во что-то! Шоник! Ой, как смешно! Обосрался! Овечка долли! Какой вообще был вопрос, Димон? Какой вопрос? Пластилиновый мультик, герой... Имя первого клонированного животного! Ну, долли, да! Овечка долли! Овечка долли! Вот так выглядит! Овечка долли! Ну, это уже не имеет значения, долли или овечка! Вот ты головастый, блять! Все черный хотел, а? Барашек черный! Это для лохов вопрос! Для каких лохов? Понятно! Я в нем не участвовал! Что, посмотреть? Да давай! Хоть проверим, овечка долли или просто долли! Долли, ну долли! Овечка! Вот сейчас бы... Сука, сапа! Не, это Лариса Долин! Сидит, блять, играет! А ну, что я тебе кричал, не увлекайся гитарой! Это как ассоциативное мышление! Я тебе накидываю, накидываю! Это как водитель! Что, вообще сложные будем пробовать? Да надо! Они же нам потом попадутся в супер игре! Надо стопудово вытащить! Черный вопрос! Ну или с двух? Ну что, ну бывает! Ничего страшного! Сейчас вытащим черный! Зато, когда мы возьмем сейчас черный, вы считаете, вообще три этих взяли! Три простых! Это так казино игроманы себя оправдывают! Мы просто три простых взяли! Я их сейчас удвоил! Все, да? Мы удвоимся! Мы считаем, три простых взяли! Реально! Мы отыграемся! Нормально будет, отыграемся! К третьему вопросу! Поехали! Три! Два! Один! Черный! Черный! Учитель... Валентина... Обоссаться! Учительница! 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 Английского! Английского! Английский язык! Ан aerospace card. И психолог! И психолог! Ложите на софу! Я вам по screw мозги за гуя денег! Психолог Валентина! Валентина! Валентина... Имя! 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 Валентина В сердечке? Валентина! Имя! Валентина! В...Валентина! Учитель английского языка! Валентина Юрьевна, Валентина Юрьевна, Юрьевна, Валентина, имя Бэджик, Валентина, Валентина Юрьевна, Гагарин, Гагарин, Юрий, учительница английского языка и психолог Валентина Юрьевна. Можно сейчас уйти? Чего ты расстраиваешься? Во-первых, мы все поняли. Я в этот угол, блядь, даже не завернул ни разу. Я там вижу... Ты что-то понял? Блин, но я... Нет, самое интересное, что я что-то понял, но... Ну я понял, но я не понимаю. Я понял, но не понял. Я понял первые три слова. А вы что-то написали уже? Вообще ничего. А что писать-то? Все, что понял, знаешь, вот это вот, все, каждое слово по одиннадцати. Хороший, кстати, способ. Ну, там, может, пока пишешь, сообразить. Я на одном зациклился, и все, и дальше ничего не мог понять. А до этого все понимал. Все понятно было. Так вначале же было проучить число английского. И психологии. Учитель английского языка и психолог. Все, что... Да. Валентина Юрьевна. А потом что-то было про сердечко? Валентина. А, мы своего должны были написать? Нет, Валентина. Нет. Это... Валентина. Сука. Серьезно, это она? Да каким хуем я к ней? У нас настолько разные линии. Я ее в жизни никогда не видел. Я вообще туда попал случайно. Ладно, я признаюсь, я там мужчина номер два. Я сзади на касте стою. Меня нет в сезоне. Я уже ничего не написал, я уже не перечислился. Подожди, ладно, ты прочим написал. У меня один вопрос. Сердечко можно было пропустить, а вот это самолет провожает. Ну Юрьевна, как я объясню Юрьевна. А почему она самолет-то провожает, а не ракету? Так я сказал, поехали, Гангари! Прощай, самолет! Я, кстати, это понял. Ты понял? Да, поэтому у меня Валентина Терешкова. Абсолютно верно. Вот, пожалуйста, Терешкова, ракета. Я хотел написать Терешкову. А я не был день, я написал Илона Давыдова. Что, блядь? Валентина Юрьевна, Илона Давыдова? Я не знал, что Валентина Юрьевна. Я отвечал на вопрос учитель русского языка. Ты соединил Илона с маской. Эрика Давыдовича? Нет, это... Да я знаю, кто это. Ну нет, у Валентина было точно. Он же показывал. Нет, я думал, в сердечке. Кто у нас в сердечке? А у тебя в сердечке Илона Давыдова? Вот я говорю, я здесь, ну и тормознул. А ты что? Юра, мы все проебали. Что ты написал? Ну она, конечно же, Иванько, скорее всего. А я написал, Ктасонова. А это кто? Любую мобильную. Сосебка. Вопрос, прочитай. Прочитай вопрос. Прочитай, это есть Катапюса, а это Катасонг. Блять, я настолько не срастил это. Я же не в лоре, пацаны. Учительница английского языка и психолог Валентина Юрьевна. А ты откуда знаешь? Хоть бы Катасонг. Да короче, когда я перед камерой, и вопрос... Смотришь, да ты? Иванько. Какой сезон выходит? Второй. Второй. Ну я во втором туре появляюсь. Первый, да? Второй. Какой же мне пиздец? Все. А что, они же отсматривают шоу, куда вы ходите? Кросс-промо-разъем. Мне пизда. Катасонов. Блять, это же все пизда мне на третьем сезоне. Катасонов! Долбоеб! На съемочную площадку приезжали. Не, ну подождите, а вы, пацаны, кайф написали Валентина Терешкова? Что кайф-то? Ну что, это значит понимали? А я когда на вас посмотрел, вы сидели вот так вот с пустыми глазами. Я думал, вы даже не начинали играть. Так я не мог понять, почему он так сокрушается, что это Валентина Терешкова. Я сразу понял, что это неправильный ответ. И почему вдруг учитель английского языка летит в космос? Ну ребят, ну что? Ну что? Ну что? А это какой был вопрос третий? Вам еще нужны сценаристы? Так, нужно взять хоть какой-то. У нас три мима. А у вас был когда-то человек, который не ответил ни один на его? Да, но в новых параллелах. Айдар! Но там были все синие. Но там у нас предусмотрена вообще-то опция. Да нет такой опции, вы ее выдумали. Нет, есть, есть. Мы ее с Айдаром предложили. Давайте сразу ее проговорим, чтобы он не говорил, что мы ее выдумали. Да, мы ее не выдумали. Если мы не отвечаем ни на один вопрос, то ты... Нет, ты остаешься с одним из нас. С одним из нас в шапке. А, окей. И вы отвечаете на один вопрос. Да, кстати, почему ты в Димку выбрешь? Ну что, сейчас в Димку. Потому что кого еще выбрать? Легенда. Соответственно, вы играете вдвоем. Если вы отвечаете на вопрос, то у нас на суперигру какое-то количество времени. Смотря какой вопрос вы возьмете. А, так может не брать уже никакой. Не, подожди, а что ты мы расстроились? Не рановато? Ну 3-0 пока про его вопрос. Да и что мне этот сериал? Если мы, накрыть... Кормилиц. Просто на ипотеку вернемся. Еще нужно 5,5 минуты. Смотри, сейчас камбэк, смотри. Три черных отвечаем, у нас 4,5 минуты. Да какие три черных? 4,5 минуты. Давай черный еще один попробуем. Пока есть время. Есть время, ну правда. Нет, надо собраться. Надо собраться. Сейчас там про патриотки в нем было вопрос. Антон Жужжин появлялся в 3-м сезоне. Все, есть шанс взять черный. Готовы? Поменяли карточку, давайте все, свяжем. Поменяли карточку, переходим к 14-му вопросу. Поехали. Три, два, один. Давай. Хвост дракона, кету, а голова... Раху нахуй! Раху! Ра-ху! Ра-ху! Первая р-р-р-р-р... Я... Ага, вторая... Раху! Раху! Дракон, дракон! У тебя на картах гадали. Кетху! Третья буква гадала! Раху! Третья буква, третья буква, буква! Дракон! Разрубили дракона. Раху! Олеся тебе говорила РАХУ и КЕТУ РАХУ, первая буква РАХУ Три буквы? РАХУ Четыре РАХУ Первая буква РАХУ Третья буква Нахуй там первая РАХУ Третья буква РАХУ Третья буква РАХУ Тихуй РАХУ РАХУ У ПОС ПОЖАЛСТА У ты КОЗА ДЕРЕЗА Ну что? Сейчас получше Ну что? Блин, а я если честно Хотел бы знать вопрос Там даже семантически вам хуй объяснишь Вас уволят Вас уволят Тихо, тихо Тишина, пишем Ну я не знаю таких слов И я Никто не знает Вот когда тебе говорят четыре буквы Первые две ты знаешь Но слов таких не знаешь А вот дальше Дальше Нужно быть внимательным Потому что Каким хером Потому что ты поймешь Потому что мы сделали Какая третья И даже какая четвертая Пацаны Смотрите-то Сейчас он напишет Секунду, погоди секунду Блин, да я Диману одну букву пропустил Объясняй Ну как, блять Да вот не знаю Их всего четыре Четыре Это можно А, это нельзя говорить Там около семи Не, я как мне говорили, я так и писал Я подсмотрел Не к тебе А, не так? Ладно Я вообще пол вопроса был уверен Ягу Написал? Да Написал И не понимал, почему вы говорите четыре буквы Если ягу Во-первых, есть претензия, блять Да, давай Ты наткнулся на вопрос Да В котором ты знаешь ответ Да, и начал флексить Изменища Пожалуйста, простите Просто пиздец Я у тебя, блять Мы с Сережей У тебя шестьсот раз спрашиваем Третья нахуй буква какая А ты, блять И дракон И кошку нахуй Я это буквы, блять Показываю Какие буквы? Как третья буква? Что я тебя просил показать? Третью букву, что ты показываешь? Ты девяносто раз показал первую, блять Ну ты три, три, я ебучу, что ты показываешь Три, Блон Ну если ты показываешь один, два, то три это что? Ну я же не понял, что вы поняли первое дело Что первое Что первое Что первое Какой был вопрос? Да написал Скажите, какой вопрос Потому что я писал просто букву Ой, блять Давай, давай Это вопрос от шоу Натальной карты Вопрос звучит следующим образом Хвост дракона Тире Кету А голова Раху Раху? Раху Да Ты же сказал первую букву Я Да, мне тоже казалось Он все время показывал Я написал Яру Яру Яру, блять Ну я говорю четыре буквы, да И я думал, ну может А там где-то еще А у меня вон А забыл Яру А вот это что такое было? Смотрите на меня Я покажу букву А вот это видимо А ты мне А вообще забыл объяснить Ты сказал первое я, второе Яру, блять Яру, блять А это что? А это что? Это Раху? Да, это Раху Блять Пацаны Во-первых, я ору Я не подхожу Я не подхожу для этого формата Это комментарий со стены у кого-то из 2005 года, блять Яру У тебя Яру, блять Маленький викинг с маленьким ртом У-у Не, подождите, вы реально на меня смотрите? Потому что я не знаю Какую-то хуету из интеграции САЭ ... Не, да не из интеграции Нет, нет не интеграции Ну буквы, я говорю четыре Так и говорят Я Нет, Я А! Потом Р И У я как будто вы тоже Он показал первую Р Тиго А как понять, что это первое? Я тебе показал По первому первое Р Ну ладно, а что, ну почему вы Паноральное распространяете? Ну сапись на меня! Ну я виноват, честно Не дождешься. Нас уволят. Так вопрос уже стоит. Ну раху, ну ладно. Ну раху. Да это, блядь, астрология. Да нет, ты-то молодец. Это вот они не поняли. Нет, ты отлично объяснил. Два, поняли? Да смотри, ему пофиг, кому подлизывать. Мы команда. Мы все вместе неправильно отвечаем. Подтянитесь к команде, епта. Я начал сейчас, и понял потом, что надо было с тебя, конечно. Вот, видишь? Ну и это 33-е, блядь. Ты с этой третьей буквой, конечно. Ты пока вот так не сделал. Как понять, что третья буква х? А почему это х, а не ч? Да нет, я потом понял, что по слогам надо. Или ч? Нет, я думал... Рачу странные, блядь. А раху не странные, блядь. Ну он говорил раку, раку. Это у нас друг готовит овощную раху. Я не знаю такого слова, какое бы оно ни было. Я его, наверное, знаю просто, потому что я его слышал один раз. Я потом начал показывать по словам, типа, Ра, древний египетский бог солнца. Ладно, мужики! Нет, так у тебя нет вопросов. Если кто-то понял, надо другим объяснить. Мужики! Я объяснял демону непонятные буквы. Кто мог подумать, что ты объясняешь, не поняв, блядь? Ну да, вообще... Ну смотри, мне человек говорит, я понял, и говорит буквы. Я как услышал, говорю, четыре. Говорю, да, ну все, у меня четыре было. Любые четыре буквы. Да он хотя бы, он хотя бы меня не бросил. Ребят, да не ругайтесь. Мы упали вдвоем в пропасть, но он хотя бы меня не бросил. А ты, ебаный перец, блядь. Да, еще стоял, еще стоял, рисовал, как они падали. Сидел, рисовал в этот момент, блядь. Я, кстати, да. Я до последнего пытался выяснить. Вместе с тобой, между прочим. Третью букву. Но мы даже не знали ответа. Мужики, что делать будем? Ноль из четырех. У нас только черные остались. Только черные. Ебать, еще три вопроса. Бери черный. Да как черный? И что? Мы сейчас не ответим, остается два. Ладно, давай возьмем один синий. Давай синий хотя бы. А нам все равно синий было. Один херр черный брать. Давайте уж пока идет маза. Какая маза? Маза лтов. Не идет никакая маза. Давайте синий возьмем. Четыре буквы. Яру. Четыре буквы. Яру. Все, все. Давайте забудем этот вопрос. Давайте, все, берем черный, играем. Да, если он опять попадется. В любом случае брать синий. А мы сейчас возьмем синий. Давай сейчас возьмем синий. Но потом черный. А потом черный. Нам минутка нужна хотя бы. Смотри, у нас хочется легкий оставить в конец. В конец. А здесь, мне кажется, что не хочешь, то и бери. Ну синий надо брать, сто процентов синий. Все, пацаны, давайте. Какой ты говоришь к пятому вопросу? Скажи и поехали. К пятому, да? К пятому, да? Да. Да, мы переходим к пятому вопросу. Поехали. Что нужно делать с Александром Родиновичем? Понять и простить. Бородач. Бородач. Понять и простить. Понять и простить. Понять и простить. Понять и простить. Бородач. 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 Одно слово. Бородач. Два. Понять и простить. Простить. Понять и простить. Бородач. Понять и простить. Прошу понять и простить. В шанке, как ты, в Ябланской. Смотри. Бородач. Галустян. Бородач. Бородач. Галустян. Бородач. Охрана, охрана Пошёл, прошу понять Прошу понять и простить Два слова Простите, пожалуйста, простите Понять Понять Александр Родионович, бродать Понять Бородач Понять и простить Я понял, что вы говорите про бородача И забыл, что он говорил Понять и простить Я забыл! Блядь, просто... просто вылетел, и, сука. Как будто вопрос только что облегчили, чтобы мы хотя бы на что-то ответили. Дим, сними наушники, я царапал специально в так, чтобы ты понял, какие слова я писал. Не, я заценил, но они просто все в наушниках сидят. Все, тишина, пока он не напишет. Блядь, вот такое бывает, просто пиздец. Я понимаю, даже вопрос в коем-то веке, блядь. Ну вот давай, мы молчим, а ты про себя подумаем просто, и все. И напиши. Да... Вот дела. О, позвали, а? Не, а? Блядь, он мне так говорил. Вот по СМИ разойдется новость. Бля, ну как нахуй осла словить-то? Ебаный рот, блядь. Написал? Написал, но это было не так. Написал, ну положи. Блядь. Диман, да похуел, ну все, катка ГГВП, блядь. Вопрос, да, катку заруинили. А что ты понял? Да я понял, что как говорил Бородач. Ну это вот все, блядь, это вот осла ломишь и пизда тебе, блядь. Я понял-то, блядь. Ну я не, блядь, все, я сижу. Вот это что такое? Простите. Так. А вот это я, блядь, пойму, блядь. И как он тебе говорит. О, как ты сказал? Понимаю, простите. Часто, блядь, едешь вот так по Москве нахуй, а перед тобой ГАЗель, блядь. И сзади на ней написано. Понимаю, простите. А как говорил? Блядь, понятия простите. Да ты что? Да ложи-то. Блядь. Блядь, понятия простите. Ну ладно, понятия простите. Да есть такое. Ты как с ТНТ ушел, все выветрилось, правильно? Понимаю, простите. Понимаю, простите. Молочек, мы тут ебемся. Понимаю, простите. Шест, у тебя такая буква П красивая? Понимаешь? Простите. Понятия простите. Как будто ты... Что-то на сегодня день не задался. Пиздец, как. Подождите, это была синяя карточка, да? Да. Ну как обидно, но когда бывает не понимаешь, допустим, вопрос. А ты понимаешь, мы с тебя прощаемся. Я все понимаю и просто, блядь, не могу ответить. Ну ебан-бан, да? С одной стороны, ну не самое стыдное, что я не знаю цитат бородача. Ну как, блядь, с другой стороны... Ну бородач, ты понял? Да понял, в том-то и дело, ну Арс показал бороду, охранника, блядь, бейджик, все показал, блядь. Понимаю, простите. Сука. Не, на самом деле, вот я сейчас думаю, что если бы просто мне сказали вспомнить, что Гилл бородач, я бы вспомнил из-за того, что я пытался расшифровать. Притом я вот это вроде простите, а вот это не мог расшифровать. И все, нахуй, я сижу, блядь. Просто пизда. Не, ну ты же расшифровал. Ну расшифровал. Сформулировку просто не дать. Так-то ты расшифровал. Слово понимали. Блядь. Ладно, мужики, что делать бы? У тебя есть два слова «понимаю» и «простите». Какая фраза была у бородача? Напишу в оригинале. Понимаю, простите. Понимаю, простите. Простите, прям даже помнил, что он картавил. С тобой надо снять, нарядить тебя в форму охранника, блядь. И снять тебя, где ты говоришь «понимаю, простите». Ремейк, блядь. Что делать, черные тащить? Нет, во-первых, черные тащить, во-вторых, бороться до последнего. Конечно. В-третьих… Сейчас все было идеально. Просто реально. Ну, пост просто вылетел из головы. Чуть-чуть вылетел из головы. Мы реально все все поняли и ему объяснили четко. Он все сейчас рассказал, что мы и объясняли. Да. Точнее. Сейчас, да, хорошо все будет. С вашей стороны не доедешься. Что нам теперь делать, пост? Черные тянуть? Понимаю. Понимаете, простите, блядь. Черные тянуть. Ну а черные тянуть уже теперь… Нет, смотрите, надо тянуть черные, а параллельно нам втроем четвером. Придумать, кто будет с Димкой играть в супер игру. В смысле, кто? Ну точно, все придумали. Конечно, вот, блядь. Нет, давайте… Это будет правило такое, что как бы не складывалась игра, если вдруг мы не берем ни одного вопроса, всегда гость играет вот с этим. Да в смысле не берем, блядь. Погнали нахуй. Ну надо черные брать точно. Уверен. Склейка. Не берем. Шестой. Шестой. Берем два черных, у нас будет три минуты на финальную игру. Два черных сразу читаем? Нет, нет. Понял. Понял. Соответственно, переходим к шестому вопросу. Поехали. Три. Два. Один. 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 Под каким дождем? Под теплым. Под мокрым. Под теплым. Теплый дождь. Тепло. Тепло. Горячая. Холодная. Теплая. Одно слово. Теплым. Теплым. Холодным. Тепло. Тепло. Лето. Прочитай. Прочитай, 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 прочитай мне. Прочитаю. На кедах три полоски, джинсы порезано, лето, какой дождь. Теплый. Теплый. Блять, ну конечно, это, формулировка может быть не та. Я, естественно, еще не понял, что. Я понял, но это же не прям... Нет, все правильно. Все, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Все, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Пойдем. Ну нет, я сейчас, у меня только лишь вопрос. Подержа. Слушай, ну на самом деле пиши. А вы так доебываетесь? Не-не-не, я думаю нет, но вообще пиши. Пош, пиши-пиши-пиши. Мне просто кажется, что вы разное показывали. А, да? Ну и я сейчас понял, что я неправильно тебе сказал. А сам неправильно. Тихо. И мне не поражаешь? Нет, вопрос с этого. Подержа. А, ну типа слово мы правильно поняли? Да, да, да. Но потому что там, мне кажется, не это, не прямая цитата. Почему? Прямая. Не прямая цитата. Но слово... Но цитата... Запиши, Пош, пиши, пиши. Ты все правильно понял. Так что я понял-то, блядь? Пиши слово, которое понял. Блядь, я из двух как выберу? Это же одно фиг нахуй двух. Выбери то, что Серега показал, если мою неправильное. Почему твоя неправильная-то? Мы же не знаем. Мы не знаем. Но я не понимаю. Так, давайте так. Джинсы порезаны. Лето, три полоски на кедах под теплым дождем. Под теплым дождем. Ответ тёплый. Дождь какой тёплый? Это Animal Jazz, три полоски. Ответ тёплый или тёплый? Тёплый. Ну типа тёплый или тёплый. Какой вопрос? Прочитай вопрос. Там не прямая цитата. Да. На кедах три полоски. Джинсы порезаны. Тёплый. Тёплый. А, у тебя тёплый. У меня тёплым. Ну под тёплым. Я просто хочу узнать. Вот если бы вот всё осталось, как осталось, нам бы засчитали? Ты что, блядь, написал? Ну подожди. Холодным, блядь? Теплота, блядь. Нет, подождите. Поймите, теплота. Нет, вот если бы вот осталось, как осталось, я хотел бы знать. Ну я думаю, это засчитают точно. Ну вот можем мы... Ну тёплым или тёплым. Давай так, или тёплым, или не тёплый засчитали бы. Да. Ну, это вы так говорите. Сто процентов засчитал. Какой-то момент воронежского кумовства есть здесь или как? Нет, давайте, ну, Свет, можно? Сегодня у нас рефери из Санкт-Петербурга. Задайте вопрос еще раз. Вопрос простой. Если бы мы все написали теплый слэш теплым. Сейчас есть теплым и теплый. Это, ну, правильный ответ? Мы обсудили так. Мне задали вопрос дистанционно. Если будет теплым, засчитываем. Я написал да, но потом написал. Но посмотрим, как они напишут все. Если у одного будет неправильно, то тогда нет. Что-что? Как-то вы слышали все? Подожди, а у кого у одного неправильно? Я допускаю, что у меня. Я знаю, что ты написал. Коза, коза, дереза, шапошная, блядь. Ну, давай, тест на дружбу. Ты написал тепло? Теплота? Мы с тобой не зря, блядь. Очень много лет вместе. Поз, блядь. Тепло, еб твою мать, блядь. Холодно? Тепло. Какой дождь? Тепло, тепло. А давайте ответим. Я что-то знал, какой дождь. Ты сказал теплым, ты сказал теплый. И сейчас говорит, ну, пиши это слово. А я говорю, пиши, как Серега сказал. Раз мой вариант неправильный. Пиши это слово. Когда тебе показали, один показал теплый, другой показал теплым. Я тебе говорю, пиши это слово. Не это слово, а одно из двух. Как ты понял, что я написал теплым? А это теплый. Я думаю, что напишу тепло. Да ладно, что вы накидываетесь? Диман, похуй. Ну это, наверное, ну, вряд ли зеленый, да? Ты после Иванько вообще похуже, блядь. Я уже думаю, как, блядь, контракт переписывал. У меня же попиздил. Подождите, а там ну под теплым дождем, да? Под тепло дождем. Какие? Что написано? Там через слыш. Да? Нет, там просто теплый. Нет, ну, как вопрос сформулирован, теплый, конечно. Теплый, конечно, теплый. Как поется, но теплым. Как я написал. Пацаны, у нас есть один вопрос. Предлагаю зеленый брать. Пацаны, чтоб за 30 секунд суперигру вынести. Черный, черный. Сейчас объясню. Ты пошел, вабанк, все, тебе надо кольца возвращать. Согласен. Я отыграюсь. Второе. Я еще отыграюсь. Мы же сейчас играем не на... Не идет, Сережа. Не риск, не риск. Нам надо просто как можно больше времени. Единственный способ больше времени. Так, а как понять, мы вообще настроили... На самом деле... Стоп, ну пост же уже как бы он и вообще в других играх реабилитировался. Он показывает себя как хороший игрок. Че сегодня не так? Вот, блядь, я хуй знаю. Не знаю, пойди умойся, я не знаю. Не идет, не идет, Сережа. Смотрите, на самом деле последние два вопроса все было идеально. Ну, то есть, кроме ответа в позе. Ну, то есть, мы все все понимали и понимали суть вопроса. Даже те, кто не понимал, писали правильно. Просто у тебя объеба в формулировках. То тепло, то понимаю, извините, блядь. То я рушу. По носу золотуха, блядь. Ты сосредоточься. Ну, не то чтобы я рассеян. Ты вообще такой проблемы не чувствуешь. Вообще, выглядишь как осейный человек. Тепло. Черный вопрос берем. Остается полторы минуты, а потом с двух ног за полторы минуты три зеленых и один синий просто вот так вот в рот в вопрос. Подождите, как вы говорите, что мы его взяли? Нам надо сейчас так сосредоточиться и придумать. Может быть, объяснять вначале Диману? Да сейчас все будет. Да ну как Диману? К седьмому вопросу. Поехали. Три, два, один. Давай, давай. Имя любого персонажа из Марио, кроме Марио. Имя? Говори вопрос. Имя любого персонажа из Марио. 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 Луиджи. 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 Марио. Понял? Марио. Игра, игра. Брат Марио, брат Марио, Луиджи. Только не Марио, а Луиджи. Второй брат Луиджи. Луиджи. И Луиджи. Брат! Братья Марио. Ребенок от матери, только не он. Второй брат. Одно слово пишем. Одно слово Луиджи. Луиджи. Луиджи Джипуфон. По-любому объебемся. Диман, у меня претензии к тебе. Ну что? Ты вообще никак на меня не реагируешь. Нет, я понял, Марио, но я не понимал, ты говоришь. Я спрашивал другое, написать одного, типа я спрашиваю. Ты не спрашивал! Ну нет, я спрашиваю. Я не знаю. Ну что, вопрос брат Марио. Да. Ну все, Луиджи Марио. Его зовут Луиджи Марио. А второго зовут Марио Марио. Марио Марио и Луиджи Марио. Мы это обсуждали в поездке в какой-то. Это правда. Поэтому игра называется Братья Марио. Луиджи Марио. Луиджи Марио. Луиджи. 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 Вопрос вот так. Имя любого персонажа из Марио. Кроме Марио. Луиджи Марио. Луиджи Марио. Луиджи. Кроме Марио. Кроме Марио. Ну Марио это фамилия. А подождите. Марио это фамилия. Вообще Марио это фамилия. То есть Луиджи неправильно. Что дракон блять? Как дракон звали? Принцесса. А как звали принцессу? Нет подождите. Ну кроме Марио. Ну имя то Луиджи это другое. Ну вообще он Луиджи Марио да. Любое имя. Не фамилия. Не фамилия имя. Любое имя кроме Марио. Кроме Марио. Кроме братьев Марио. Это может быть кроме Марио. Нет. Ну смотри. Любое имя, кроме Шастунов. Антон! А у него мама, как ее зовут? Майя. Вот, ее тоже нельзя, потому что она тоже Шастун. Она не Шастун. Тогда можно. Сережа разъебал игру. Нет, я думаю, это нормально, нормально. Здесь действительно имеется в виду имя. Отклеивай. Отклеивай. Там, мне кажется, у других имен не было. Принцессы были. У всех были. И у этого был. Черепаха кто-то, блядь, да. Это не дракон, это черепаха. И Боузер, блядь. А это дракон. Зеленый, конечно. Поконник! Настояние как огонь! Все такое мнение! Все без исключения! Сука! Хоть один разок, блядь, крикнули. Все, я погнал. Сука, тебе лишь бы поорать, блядь. Это громкий вопрос. В жопу это все наносит. Фу! Так, ну что? У нас есть всего лишь полторы минуты. Мы с таким крепчайшим запасом ведем супер игру! Ууууууууууу! знаешь. Загорелся зеленый, ход переходит к другому игроку. Начинаем с синего, да? Главное говори. Говори, говори, говори. Ну хочешь, я синий возьму. Да, лучше синий мы хотим. Нет, давайте я возьму синий. Да давайте. Мы уже так придумывали. Ну это сработало. А это как называется передание? Полторы минуты. Это норм, норм. Мужики! Давайте. Давайте. Показакуем. Давай. По гуливаниям. Все. Как скажешь. Супер игра. Поехали. 2 1 Древнеримский город, разрушенный Везувием. Помпей! Мбаппе! Вулкан! Вулкан! Лава! Магма! Город! Основание! Помпей! Везувий! Лава Везувий! Везувий Подножье! Помпеи. Помпеи, блядь. Собаку покажи. Дочки. Люлька, колыбелька, купель. Дочки матери. Дочки. Ребенок, ребенок. Дочки матери. Дети. Покажи, что это игра. Дети. Дети. Близнец. Дочь. Дочь. Торч. Дочь. Нож. Мать. Роды. Роды. Дочь. Дочки матери. Но это игра. Дочки матери. Сиськи. Женщина. Дочки. Маленькая дочь. Дочек. Маленькая самая маленькая дочь. Ну, люлька. Люлька. Колыбель. Ясли. Дочки. Дети, блядь. Дочки. Два ребенка. Дочки. Дочки. И матери. Матери. Дочки. Приплод. Дочь. 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 Ты сказал приплод? Подождите. Ну, давайте так. Я могу быть еблан. Не, я могу быть еблан. На этом остановимся. Но я же прав. Детская ролевая игра, имитирующая семейную жизнь. Дочки матери. Дочки матери, конечно. Дочь. Дочь, блядь. Я был уверен, что дочь. Ты объяснил. Я кричал дочь, блядь, пока не родился. А по дочке матча я бы объяснял. Нет, каких? Много, много дочерей. Ну, я говорил дочки. А потом показал матери. Ну, а как я? Нет, ну, если ты говоришь уже дочки. Диман, ты засрал сегодня игру все. Пацаны, ну, блядь, по ебану, я все говорил. Ты что, это все он? Козел. Я даже сказал, приплот, блядь. Снимается в сериалах. Приплот. Что, какая игра? Ну, дочки матери. Да, я думал, казаки-разбойники. Дочки матери, блядь. Не, ну, если он приплот сказал, что я считаю, игра удалась. При каких обстоятельствах мы используем слово приплот. Ну, я все уже назвал. А ты просто их рядом не называешь. Знаешь, что у свиней? Ты матери не говорил. Ну, не знаю. Я сказала, роженец. Три, два, один. Приплот. И роженицы, блядь. Гоженица. Несущая мать. Этот еще, блядь, показывает двух детей, потом сиськи. Думаю, еб твою мать, кто это? Мать, мать. Матеря? Матеря. Дочки матери. А мы даже не знаем вопрос. Ебаный рот. Зато древнеримский город, разрушенный везувием. Помпея. Помпея. Конечно. Ну, тоже долго было. Через колготки надо сейчас показывать. Конечно. Я настаиваю, я настаиваю, что мы команда. Да. Нет, знаешь, виноватого. Мы все должны пройти это испытание. Если мы не проходим, нет смысла там стоять на горе и радоваться. А я здесь. Ну, либо есть. Поэтому, Серега... 300 спартанцев, не 298. Абсолютно верно. Да. Нет, ну в какой-то момент их стало меньше. Давайте все убирать со стола, наверное, потихоньку. Давайте просто поднимем как-то себе сами настроение и просто поаплодируем. Ну ничего страшного, не получилось. Бывает, бывает. Бывает. Ого! Дим Гаун! Сережки надел. Дим, все это мелочи жизни. Конечно. Проиграли и что вообще, и что дальше? Удовольствие мы получаем от чего? От процесса. От процесса игры, естественно. И от победы. Да. Тем более, что в нашей игре нет никаких призов за результат. Есть просто подарок. Все, пацаны, я не могу больше лицемерить. Подарок, да. Нет. Дим, ну конечно, мы тут всегда рассказываем, что когда к нам приходит какой-то гость, мы пытаемся про него что-то выяснить, думаем, кому звонить. Ну что же, грехота. Да, в этот раз мы звонили Шастуну. Да, мы тебя хорошо знаем. Мы тебя очень хорошо знаем. Вместе жили. Знаем, кому звонить. Кому не звонить. Кому не звонить. По подаркам. Но, с другой стороны, это и сложно, потому что, знаешь, ну хочется же человека удивить. Да. А думаешь, ну ты им сейчас подарю, и он скажет, ну конечно, понятно, гитара. Знает, что я играю на гитаре. Путевка в Париж, тоже знаем, что нельзя. Чему это? Золотая с бриллиантом сережка. Да, зачем мне Porsche 911? Да, ни к чему, у меня нет прав. Вот, но... Ящерица. Ящерица. Мы тебя знаем, человека... Это! Нет, я если бы тебя пытался охарактеризовать, я бы сказал, человек, увлекающийся. Да, да, это правда. Я бы даже, наверное, развернутый дал ответ, увлекающийся всякой хернией. И громкий. Громкий. Ну громкий, да, это понятно. Нет, достаточно, ну у нас, наконец-то, громкий человек в громком вопросе. Я видел, как ты вот во что-то вникнешь и начинаешь это все познавать. Да, вот это укулеле, а нас уже... Вот уже вот, ну вот тут это укулеле твоя. И я видел, как ты все время сидишь, вот когда мы жили еще вместе, работали, на квартире жили, ты все время сидишь, что-то зыришь, зыришь, зыришь на одну и ту же тематику. А потом ты съехал, ну или мы съехали, я так и не понял, кто от кого съехал. Вот, и нам сказали, что ты чуть-чуть увлекся другой тематикой, которой при нас ты еще не увлекался. Да, к сожалению. И я, когда это узнал, я подумал, легко себе представляю. Легко. Да нет, парашюты не пошли, пацаны. Нет, парашюты. А вы считаете, что попрошайничество это его? Не надо попрошайничать, потому что теперь он все, что ему надо, сможет найти сам. В русской энциклопедии, кажется. Это Дима. Блядь. Самый наироскошнейший. Металла. Металла. Искатель. Не, по-братски, в Оскар найдешь. Это самое охуенное. Мы чуть-чуть специально сняли наушники, чтобы ты мог хоть сейчас найти, но тут есть наушники. С ним можно нырять. Да, он вообще воды не боится. Можно ходить по дну и искать на дне. Теперь, если вы увидите, как она ебнутого с голым торсом по колыбелке, который идет, блядь. Блядь, это лучший подарок вообще, блядь. Он еще сделан, как костыль. Смотри, хоть сейчас найдем. И ногу, если сломаю, может. Блин, давайте, да, наушники найдем. Сейчас, раскидай кольца. Давай найдем. Сейчас мне показали. А он же должен зазвинить, мы же должны наушники надеть. Сейчас, сейчас. Подожди, у тебя же кардиостимулятор, он сейчас реагирует. Наконец-то найду прадеда. Потух что-то. Ну, короче, мы проверяли. Ну, да, он работает, он надо зарядить как-то. Вот тебе наушники. Ты не бесил вокруг людей, потому что он орет очень громко. Ну, ты что, да. Пиу, пиу, пиу. А, не беспроводный. Ты подключаешь наушники. Ну, это точно надо подключить сюда, в динамику, да. Ну, правда, сидишь, смотришь видосы. Ну, блядь. Что вы тоже? Ну, да. Шарст, кидай кольцо. Заработал? Смотри, вот кольцо. Ну-ка. Где же кольцо? Давай, когда ты ослеп? Вот оно, кольцо, кольцо, кольцо. Я сегодня на осеннем копе. И мы нашли серебряное кольцо. Предположу, что это скифы все-таки, скифы, да. Я больше сейчас по скифам. Все, всем камрадам, пока. Со следующего копа будет обзор. А давай я вложу в какую-то руку кольцо. В ладу, правильно. Это так не вложу. Давайте, Серега, у него нет, у меня нет, у тебя часы там. У тебя часы и цепонечка, да? У него ничего нет, да? А, вон ему, да сюда. Давай, давай. Все, на кольцо, только не показывай ему, где. Да перестань, блядь. Давай, давай. Все, тихо, давай. В какой руке? Давай. Кольцо. Здесь. Тут хуй. А вот здесь. Ром! Ром! О, сын! Смотрите, смотрите, смотрите. А это же Астуновские железные нервы. Блин, круто. Димон, тебе нравится? Спасибо, пацаны. Ну я, конечно, пиздец ухожу. Плясать. Нет, у меня была мечта походить по колыбелке и реально найти всякие громкие вопросы. Находить всякие артефакты, потому что село древнее и это, конечно, пиздец какой-то. Я хотел сам купить, мне хотели подарить, а я сказал, ну нет, конечно. Я же иду на громкий вопрос. Нет, нет, я не знал, что ему подарить, я тебе дочеку. Ну, ибо я тебя поспешу разочаровать, в верхних колыбелках, возможно, все деревянное и глиняное. Нет. Нет? Все, ты давай. Золото. Нормально. Золото, золото давай. Димон, спасибо тебе огромное. Друзья новые, как всегда, пишем комментарии, ставим лайки, делимся видео, почему бы и не поделиться. И, конечно, подписываемся на нас во всевозможных социальных сетях, ссылки вы найдете вот где-то здесь поблизости. И, конечно, подписывайтесь на наше сообщество, чтобы не пропустить новый выпуск шоу «Громкий вопрос». Всем пока. Всем пока.